Камера! Возьмите! Поехали! Про чудовища кентавров, Про огромных динозавров, Про далёкие планеты, Метеоры и кометы. В сетами огромной вселенной пора разгадать. Хочу всё знать! Откуда берётся роса? В сказке датского писателя Андерсена крошка-дюймовочка питалась цветочным нектаром и пила росу, которую каждое утро находила в траве. Вот только эти спасительные капельки появляются отнюдь не каждый день. И в реальном мире сказочная девочка вполне могла бы умереть от жажды. Появление росы — не волшебство, а физическая закономерность. Переход вещества из газообразного состояния в жидкое. Процесс называется конденсацией. Как правило, мы этого не замечаем, но воздух вокруг нас насыщен влагой. Вода в нём находится в виде пара, который во время перепада температуры от жарко-дневной к прохладной ночной превращается в воду. Но для образования росы нужны определённые условия. Метеорологи высчитывают вероятность её появления, определяя так называемую точку росы. Это та температура воздуха, при которой содержащийся в нём пар достигает такой насыщенности, что уже не может находиться в газообразном состоянии и превращается в воду. Точка росы — показатель очень непостоянный, потому что зависит от влажности, температуры и давления, которые в разных районах различны. Но одно ясно точно — чем выше влажность, тем эта самая точка ближе к фактической температуре воздуха. Добыть росу можно и дома. Если накрыть кипящую кастрюлю крышкой, на ней тут же появятся капельки воды. Всё просто — пар горячий, крышка холодная. Тут, конечно, температурные перепады более очевидные, но механизм такой же. В природе роса сначала появляется на тонких предметах, которые быстро остывают. К примеру, на траве или на паутине. А вот камни или земля хранят тепло долго, они покрываются каплями в последнюю очередь. Кстати, иней образуется точно так же. Но в отличие от росы не в жаркое время года, а осенью или зимой сконденсировавшаяся вода замерзает и оседает на поверхностях. По наблюдениям синоптиков, в среднем за год в районе Москвы выпадает 124 расистых дня. А вот в Самаре всего 77. При этом роса бывает даже в пустынях. Именно она — там главный источник жизни для растений, насекомых и животных. Так в пустыне Намиб, зимой после заката солнца, нижние слои воздуха остывают от плюс сорока до ноля градусов, и влага оседает между песчинок. В тропических широтах воздух перенасыщен водяным паром, поэтому роса там особенно обильные и продолжительные. Кстати, наши далекие предки были абсолютно уверены, что роса — не самостоятельное природное явление, а последствия ночного дождя. Древние греки думали, что росой управляет богиня Эрса, дочь Зевса и Силены — богиня Луны. Прогулка босиком по росистому лугу в языческих культурах считалась и до сих пор считается целебной. В странах, где воды не хватает, количество росы искусственно увеличивают и собирают специальными устройствами — конденсаторами. Приборы устанавливают на крышах домов и в почве. Да-да, роса образуется и под землей тоже. Это происходит, если слой почвы, расположенный под верхним пластом грунта, более теплый и влажный, чем находящийся над ним. Так, в некоторых засушливых провинциях Индии с помощью конденсаторов собирают до 200 литров воды за ночь. И для многих индийцев, как и для героини сказки Андерсона, роса — единственный способ утолить жажду. Как устроена подводная лодка? Согласно закону Архимеда, на любое тело, погруженное в жидкость, действует выталкивающая сила, равная весу жидкости, которая этим телом была вытеснена. Эти невероятные и шокирующие подробности изложены в любом учебнике физики за седьмой класс. И в общих чертах ситуация такая. Если Архимедова сила меньше силы тяжести, тело тонет, если больше — всплывает. Для того, чтобы заставить подводную лодку всплывать и погружаться по команде, другими словами, управлять плавучестью, ее вес должен меняться. Как этого добиться? Тут все так же просто, как с дошираком. Нужно погрузиться. Просто добавь воды. Закачиваешь ее в особые емкости, цистерны главного балласта — и все. Готово. Хочешь всплыть — продуваешь цистерны сжатым воздухом, и вода выталкивается. При этом курс основ подводного мореходства можно считать оконченным. В теории все просто. На практике, как это обычно и бывает, все заметно сложнее. Дело в том, что погружение и всплытие — далеко не единственное движение и действие, которое приходится совершать в субмарине. Например, ее нужно, как говорят подводники, держать на ровном киле, то есть в горизонтальном положении. Отклонение от ровного киля называется дифферентом. Соответственно, управление положением в горизонтальной плоскости — дифферентовкой. Для этого в носовой и кормовой частях лодки есть дифферентные цистерны вспомогательного балласта. Закачал воды в кормовую — приподнялся нос. И наоборот. Но и это еще не все. У подлодки всегда имеется остаточная плавучесть. Разница между предельно допустимым весом лодки и реальным. Значит, чтобы она могла погрузиться, недостающий вес нужно добрать с помощью уравнительной цистерны. Если нырнуть нужно срочно, используется особая цистерна быстрого погружения. Запустили ракету — вода из шахты сливается в ракетозаместительную. И все это хозяйство нужно, во-первых, соединить в одно целое десятками километров трубопроводов, пневмомагистралей и электрических кабелей. А во-вторых, ими нужно управлять. А это тысячи насосов, клапанов, задвижек, распределительных щитов и прочей автоматики. Плюсом ко всему системы жизнеобеспечения — кондиционирование и вентиляции, связи, сигнализации. Одних систем пожаротушения целых четыре. Потому что, в случае чего, как говорится, никуда с подводной лодки не денешься. В общем, подлодка — это гигантское скопище ёмкостей, труб, проводов и агрегатов с мелкими вкраплениями экипажа и другой полезной нагрузки. Субмарина разделена на отсеки, обычно от шести до десяти. Рубка и мостик, торпедный, жилой, реакторный, турбинный, радиоэлектронный, отсек, убежище и так далее. Между ними — переборки с люками, которые можно герметизировать, например, на случай пожара, аварии в реакторе или разгерметизации. При создании подлодок приходится решать множество задач, которые противоречат друг другу. Готовое изделие должно быть достаточно прочным и при этом относительно лёгким. Быстрым, манёвренным и одновременно малошумным. Большим и грузоподъёмным, и малозаметным. Ну и по мелочи. Например, экипажу для дыхания требуется кислород. Получить его — это полбеды. Его делают установки регенерации из-за бортной воды с помощью электролика. Но параллельно выделяется взрывоопасный водород. А люди выдыхают углекислый газ, который тоже нужно утилизировать. Но конструкторы как-то справляются, и результат впечатляет. Самая современная российская атомная субмарина «Борей-А» — 170-метровая махина. Это почти два футбольных поля и 50-этажный дом весом в 24 тысячи тонн. Умеет практически бесшумно подкрадываться к противнику на 400-метровой глубине со скоростью в полсотни километров в час. С 16 баллистическими ракетами «Булава» на борту. Каждый из которых может, если что, стереть с лица Земли целый мегапоезд. Можно ли создать костюм железного человека? Пойдем по порядку. Главная функция костюма — увеличение физической силы владельца. И подобные устройства действительно существуют. Их называют экзоскелеты. Первым задокументированным упоминанием подобной конструкции считается ряд патентов русского изобретателя Николая Ягна от 1890 года. Его так называемый эластипед якобы помогал в ходьбе, беге и прыжках. Но до создания прототипа дело не дошло. Первое рабочее устройство появилось спустя более полувека в США. Экзоскелет под названием «Хардиман» весил 680 килограммов и мог поднимать грузы весом до 110 килограммов. Его хотели использовать и под водой, и в космосе, и даже для переноски боеголовок, но управление оказалось слишком нечетким, а само устройство слишком неповоротливым. Современный рынок экзоскелетов предлагает широкий ассортимент продукции. Все модели можно условно разделить на несколько типов. Это устройство для военного сектора, для медицины и для промышленности. В последнем секторе чаще всего используют экзоскелеты пассивные. Здесь нет электроники, нет гидравлики, никаких проводов или поршней. Все выглядит очень просто. Жилет и несколько жестких прутьев. Надевается меньше, чем за минуту, как обычная спецодежда, и помогает поддерживать правильную осанку, тем самым правильно распределяя вес груза по всему телу. Суперчеловека из вас такая штука не сделает, но зато поможет избежать травмы позвоночника. Есть подобное устройство для удержания инструмента. Или вот, экзостул, который позволяет оператору сидеть в любом удобном положении. Медицинские экзоскелеты, как правило, нужны для реабилитации больных после тяжелых травм. К примеру, вот эта сколковская разработка помогает людям с нарушением работы опорно-двигательного аппарата снова научиться ходить. Врачи считают, что многократное повторение правильного шагового паттерна восстанавливает проводимость путей в спинном мозге. Другое дело – экзоскелеты военного назначения. По сути, это и есть полноценные костюмы, вроде рыцарской брони, которые делают своего владельца универсальным солдатом. Но проблема у таких устройств одна – недостаток энергии. Так что сегодня вся дополнительная сила железного человека уйдет на то, чтобы таскать с собой огромный аккумулятор. Конечно, есть прототипы, которые работают от розетки. Но увидеть их можно только на выставках или в рекламных роликах. И ведь кроме дополнительной силы костюм железного человека умеет еще и летать. И подобное устройство тоже существует. Называется реактивный ранец. Вы, может, и не поверите, но его разработкой начали заниматься еще в 50-х. А 20 апреля 1961-го был совершен первый в истории свободный полет. Пилот Гарольд Грэм поднялся на высоту в полтора метра и плавно полетел вперед со скоростью примерно 10 км в час. Так что уже тогда реактивный ранец перестал быть фантастикой. Правда, максимальная продолжительность полета составляла 21 секунду и за это время сгорало 19 литров дефицитной перекиси водорода. С тех пор технологии шагнули далеко вперед. И сегодня подобные ранцы способны на большее. Но, как и в случае с экзоскелетом, найти подходящий источник энергии пока не удается. В общем, если очень захотеть и найти финансирование, сделать полноценный костюм железного человека можно и сегодня. По крайней мере, аналог его первых моделей. А вот найти подходящую батарейку не получится. Так что придется бороться со злом где-нибудь возле электростанции. Ну или прикупить сотню-другую удлинителей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...